Фон в воротах, поэтому Вестон Маккенни в центре поля, как минальных хозяев. Успеции возвращает из-за Кьема Андреа Бирло, который на год младше. К началу матча это главный тренер хозяев, это Винч... Что ж, поехали. Игра началась. На Бастоне справа 21 номер испанец-забивной нападающий в сборной этапе. Некоторые соперники не замечают, при том, что Ювентус на поле был. Вот в такой карантинной обстановке. Ну и проблема на поле, конечно. Потому что, я напомню, неаполитанцы не только получили, как Ювентус организует эту атаку... Мората! Ближний угол. Не попадает. Но это вот уже заявка. Альваро Мората забил два мяча в ворота киевского Динамо в Лиге Чемпионов. И уже открыл счетчик. Квадрадо! Что это было? Это был такой прострел? Или это была попытка пробить со стрейшего угла? Квадрадо. Пытался, видите, обыграть штрафную. Смещается к центру. Удар поворотом. И как же так Пауло Дибала не забивает в ситуации, когда, казалось, уже и вратарь рухнул в противоположную полету мяча в сторону. Четыре вратаря. И последним стал литовец Китас Крапикас, который... Зуд травмирован. Он получил повреждение как раз в победном матче против Удинезе. И пока... Отличный пас. Ну и забивать пустые надо. 1-0! 1-0! Казалось бы. Но и в этом эпизоде, видимо, был апсайд у Марата. А тогда возникает вопрос. Вот эта последняя передача, которую Уэстон Маккенни делал, она... Да нет, здесь-то все нормально было. То есть апсайд был зафиксирован вот... Выносит защитник Югвентус. А Марата очень технично обрабатывает. Его ловят на бедро. Я понимаю негодование испанцев, потому что... Да, вот он на противоположном краю. Прострел! Момент! Хотел бы в ворот. Еще момент. Удар рядом со штангой. Мяч проходит. Федерико Кьеза неделю назад. Он отметил свой 23-й день рождения. Март взяли дебалу, что практически уже... Ни до чего было. Аргентинцу лишь бы освободиться от мяча. И так, чтобы не привести... Выход 1-1! Это Марата! Марата забивает! Забивает. Гол засчитан или нет? Уже довольно сложно ориентироваться. Даже в эпизодах, которые, казалось бы, ходят кровяно. Но атака продолжается. Прострел опасно. Провидель как бы травму не получил вот в этом эпизоде. И контакт был с Уэстоном Мань... Воротом специи. Хорошая передача. Момент! И он продолжается еще. Очередной рывок Нзола. Франчом. Удар поворотом рядом со штангой. Удар поворотом. И гол! Забивают футболисты специи. Побега! Полузащитник в касание направляет мяч в сетку. Был ли там рикошет небольшой? Ну, возможно, и был. Так или иначе, это уже скорее нюансы. Ну, а первый псор. Сегодня просто размяться. Плей-офф в серии Б. Команда, которая вот этот человек, его, проиграла на выезде 0-2. Победила дома 3-1. Видите, если бы по правилу выездного гола, то специя даже до финала бы не добралась в этом плей-оффе. Отличная передача из глубины. Дибала ожидает их совместить на поле. Роналду и Дибала. Вот у Пирла, видите, такой проблемный. Затопал. Муафарияс принадлежа к Алире, вот уже который сезон у аренды. Бродит. Но, во всяком случае, он играет в серии А. Ну и, разумеется, Криштиану Роналду. Дэн Кулушевский там, видите, на скамейке. Рэмзи, Роман Томаза Побега. Уже после этого номинальные хозяева могли еще раз угорчить Ювентус. Команда, которая совершенно не настроена. Мурати, Мурата под углом, прорывается, передача. Нет! Вместо мяча в ворота влетает, как видите, Вестон Маккенни. Первый тайм Ювентус, безусловно, владел игровым. Преимуществом настойчивость и мастерство. Не будет углового. Кьезу удивлен, я, честно говоря, тоже. Надо что-то решать. Затем, затем, в матче национального первенства, 1-1 после первого тайма в составе Ювентуса на поле. И, возможно, средний был малозаметен. И вот вместо него Кевин Агуделло был собирать. Для того, чтобы четвертым номером центральные защитники 22-й Шабо и 19-й Терция, капитан команды. На флангах слева по 100-й, 20-й, справа Феррер, 21-й. Центр обороны Демиральд, 28-й и 19-й Бануччи. Играет в центре под 14-м номером. И сейчас угловой зарабатывают гости. Это как раз квадраты сделали. Так вот, схема достаточно. Муратов центр. Вот, видите, где играет Вестон Маккенни. Совершенно типичный эпизод для сегодняшнего матча. Конечно же, это никакой не профланговый. Бартоломей дальше пас в центр. Вот примерно Рер участвовал в той боевой атаке. Удар поворотом. Это Бастон. На шекронах. Бартоломей. Удар поворотом. Был в итальянском футболе в 80-е годы, в начале 90-х. Ди Бартоломей. Бартоломей. Удар поворотом. И не попадает в спину, я так думаю. Данилу. Там никакого намёта даже не было. Пенальти. Отдал точную передачу на Дибалу. Дибалу останавливает Дибалу. Винченцо Итальяно. Я говорю. И сразу включился Роналду. Марата его снабжал. Пенжи. Бешеный. Роналду выходит 1-1. Роналду забивает. Едва появившись на поле. Вот что значит мастер. Вот что значит суперзвезда. Вот что значит футбольный гений. 2-1 в пользу Ювентуса Криштиану Роналду. Насиделся бедолага на карантине. Пора за работу. Бартоломей. Подача. Удар головой. Неплохая передача. Роналду на этот раз не сумел обработать мяч. Там в любом случае правда было положение. Момент. Лишь угловой зарабатывает колумбиец. А могло быть всё гораздо серьёзней для Ювентуса. Подаёт Бартоломей. Удар головой. Буфол тачит. Добить. Гол. Но. Из офсайда. Ощущается. Но по счёту это всего лишь один мяч. Да и по игре. Вы знаете. Что значит перевес? Это не какое-то подавляющее преимущество. Вот если брать последнее. Чадриан Робио. Забивай уже. 3-1. 3-1. Ювентус увеличивает преимущество в счёте. В момент паса Робио в правильной позиции находился. Любопытно. Там вот пошли сразу общаться с арбитром футболиста Специи. Наверное и выдохнули поклонники Туринского суперклуба. И самим игрокам Ювентуса будет поспокойнее, попроще. Ну и жёлтая карточка. Робио решил, если приятно, мяч перешёл к Специи. Удар по воротам. Бартоломей продолжает свои упражнения. Из-за пределов штрафной. Подача. И удар сходу. Диего Фориос. Рикошет. Мяч едва не влетел в сетку ворот. Атака. Это Кьеза. Кьеза падает штрафной. Пенальти. Назначается. А так что-то может туда крупного дойти. Да, вот жёлтая карточка. Да, это зато нарушение ещё. А не матч. Роналду. Удар. Гол. Ну, совсем как Смолов пробил. Только чуть лучше. Поэтому гол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова